Друзья, всем привет! На связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале Max Capital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том, каким образом можно сохранить, приумножить деньги в эти непростые времена. Итак, сегодняшнее видео у нас посвящено вопросу, часто поступающему, запретит ли вообще хождение доллара в России, как это было в СССР. Опять же, вот если еще год назад можно было о чем-то говорить очень однозначно, то в настоящий момент говорить однозначно достаточно сложно. Другой вопрос, что я выскажу свое мнение. Смотрите данное видео до конца, если вам интересно, отменят в России валюту или нет. Первое, с чего хочется начать, зачем ограничивать или запрещать? Ну, зачем запрещать валюту? Ну, мы вот сейчас по факту видим, что никакого запрета, в принципе, нахождения валют нет. То есть, вы можете покупать, вы можете продавать валюту. Другой вопрос, что можно наложить регуляторное ограничение, как это произошло в настоящий момент. То есть, ты ограничиваешь не то, что хождение валюты, то есть, ограничиваешь лимит на снятие, ограничиваешь цену, по которой ты можешь покупать или продавать валюту. То есть, когда устанавливаешь комиссии, могут повышенные, когда могут говорить о том, что снимать можно не больше определенного лимита, можно на определенные сроки это устанавливать. То есть, вопрос, а зачем запрещать? Ну, то есть, в принципе, запрета никакого нет и смысла, на самом деле, в этом запрете как таковом нет. Так, всех же интересуют наличные, но, получается, уже ограничили? Слушай, ну не запретили же. То есть, ограничили лимит снятия, установили лимиты на перевод денежных средств. То есть, просто устанавливают определенные лимиты. В рамках этих установленных лимитов, опять же, можно задаться вопросом, запрещена ли валюта в Иране, в том же самом, запрещена ли валюта в Венесуэле. То есть, там нет запрета на валюту. То есть, запрещена ли валюта в Аргентине, которая дефолтится периодически. То есть, мои знакомые приезжали, говорили, они ездили в Аргентину. То есть, есть официальный курс. Другой вопрос, что курсы могут быть разные. То есть, есть официальный курс, есть неофициальный курс. Неофициальный курс значительно разится от официального курса. Как правило, обусловливается как раз таки тем, что накладываются ограничения на снятие. То есть, валюту не запрещают. Ради бога, берите, едьте за границу, расплачивайтесь, но в рамках определенного лимита. И тогда это позволяет влиять на курс. То есть, еще раз нужно понять, что монетарным властям, государству, правительству, им нет никакого толка по поводу того, законная валюта на территории страны или незаконная валюта на территории страны. Если экономика государства экспортно ориентированная, то есть, она производит товары низкого передела и продает за рубеж и получает некую валютную выручку. Доходная часть бюджета формируется преимущественно за счет поступления валюты. И когда на эту валюту, которую поступают международные организации, накладывают ограничения государственные, то в этом случае тебе нужно управлять валютным курсом. Потому что доход у государства зависит как раз таки от нефтегазовых доходов. Тебе нужно влиять не на то, чтобы запрещать валюту как таковую, чтобы она в государстве обращалась, а тебе нужно влияние на валютный курс. И на валютный курс, соответственно, можно влиять классическими законами спроса и предложения. То есть, то, что действовало до недавнего времени в России. То есть, у Центрального банка были золотовалютные резервы. То есть, по сути, была валюта, доллары. И, соответственно, когда цена на нефть падала, это приводило к тому, что доллар начинал укрепляться. И Центробанк продавал золотовалютные резервы. Он удовлетворял весь растущий спрос, который в этот момент резко повышался. И у него эта валюта была. Соответственно, когда этот инструмент у него отобрали, путем наложения санкций и блокировки средств на корсчетах в американских банках, то у Центрального банка этого инструмента не получилось. Ну, то есть, он не может им распоряжаться, он не может им управлять. Причем в обе стороны. Он не может продавать валюту, когда требуется ее продать. Ну, то есть, когда спрос очень сильно вырос, чтобы сбить цену. И наоборот, то, что мы наблюдаем в настоящий момент, когда у нас, значит, происходит укрепление рубля, в этот момент у Центрального банка есть рубли? Да, не вопрос. У него рублей очень много. В конце концов, можно напечатать. Но, опять-таки, когда он будет покупать валюту, во-первых, у кого он будет покупать? И эта валюта, она, опять же, она же в безналичной форме. То есть, вся валюта ходит в безналичной форме. Большие транзакции, большие объемы платежей ходят в безналичной форме. Корсчета, соответственно, Центрального банка заблокированы. И то есть, если он даже отдаст рубли экспортеру, тому же самому Газпрому, например, а Газпром ему переведет в ответ доллары, доллары должны куда-то попасть на какой-то счет корреспондентский сесть, который за рубежом находится. А вот именно корсчет в американском банке. Этот счет заблокирован. И поэтому получается, что в отсутствии этого инструмента управления валютным курсом, стабилизации валютного курса, то есть у Центрального банка нет инструментов воздействия. Поэтому я бы сейчас не переживал. Лично мое мнение заключается в том, что запрещать никто не будет. Как невидимый запрет, еще раз я говорю, в Венесуэле, которые находились под санкциями. Как в Аргентине, где просто колоссальная инфляция идет. Как нет запрета, допустим, валюты в Турции, той же самой. Да, она не под санкцией, но там высокая инфляция. Нет запретов в Иране, в принципе, там тоже спокойно можно купить. Куба, да, наложенная эмбарго со стороны Соединенных Штатов Америки. И то, в принципе, на Кубе спокойно могут продавать, даже население может продавать валюту. Другой вопрос, что они с ней потом делать будут. Поэтому, мое мнение, запрета долларов в России не будет. Влиять будут исключительно на размеры обращения, сколько можно снимать наличными. Мало того, в свете последних событий, сильного укрепления рубля, государству сейчас это невыгодно. Скорее всего, наоборот, эти ограничения будут снимать. Постепенно, по чуть-чуть, мы это видим, что сначала 5 тысяч долларов, потом 10 тысяч долларов, сейчас до 50 тысяч долларов в месяц можно переводить на собственные счета за рубежом. Постепенно, постепенно вот эти вот ограничения будут сниматься. Потому что нужно укреплять. Нужно укреплять доллар, как это не покажется странным, потому что сейчас в плане доходов, доходов в бюджет, в казну, такой крепкий рубль он абсолютно не выгоден. Ну а кому выгоден крепкий рубль, как на это можно заработать, почему цены на импортные товары по-прежнему в России находятся на высоком уровне и не падают, хотя доллар расслабил в два раза. Я расскажу в следующих видео, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, щелкайте на колокольчик, чтобы получить уведомления о выходных новых видео, а также внизу будет ссылочка на телеграм-канал бесплатный, на котором будут публиковаться интересные и оперативные материалы. У меня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания и удачи!